Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор Церкви Волны из штата Вирджиния. Спасибо, что снова принимаете меня в своем доме. Наша встреча — это не случайность, она была запланирована Богом. Бог работает сквозь времена и сроки. Библия говорит, что для каждого действия есть свое время. Я верю, что эта программа тоже запланирована Богом специально для вас. Вы удивитесь, насколько Слово Божие полезно для повседневной жизни. Многие люди говорят мне, «Вы знаете, я смотрел вашу программу сегодня, и вы говорили прямо ко мне, так будто бы вы знали, что у меня происходит в жизни». А все это потому, что Слово Божие имеет очень много смысла. Оно как помазанный здравый смысл на каждый день. Помните, хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Именно поэтому Слово Божие многогранно. Никуда не уходите, наслаждайтесь Словом. Я буду продолжать сегодня говорить о Духе Превосходства. Вначале я отмечу, что каждый из нас без исключения имеет в себе механизм, работающий по умолчанию. Это наш автопилот. Библия говорит, что мы в беззаконии зачаты и в грехе рождены. Также в Библии сказано, глупость привязалась к сердцу юноши. Юноша или ребенок делает глупости на автопилоте. Почему же мы, как родители, удивляемся, когда видим, что наши дети совершают глупости? Но Библия также говорит, но исправительная розга удалит ее от него. То есть мы должны научить своих детей перепрограммировать их автопилот. Не нужно злиться, к их сердцу привязалась глупость, и вам нужно понять, что вам нужно их дисциплинировать и корректировать. Я говорил своим детям, когда они были маленькие, я люблю вас, но что бы вы ни делали, я хочу, чтобы другие вас тоже любили. Это касается и нас с вами. Скажем, ты решился взяться за себя и скинуть вес. Пока ты сфокусирован на диете и нагрузках, у тебя получается. Как только ты расслабился, включился автопилот, и ты на прежней стезе. Ты снова ведешь тот же образ жизни. Это автопилот. «В нас всех встроен автопилот». Если вы посмотрите определенные места Писания, они говорят об этом также. Второе послание к Коринфянам, к примеру. Мы сразу давайте приступим к теме, и без повтора прошлых проповедей посмотрим на сегодняшний ключ проповеди. Я думаю, вы не против. Итак, смотрите, что говорит Библия. «Кто во Христе, тот новое творение». То есть в нем по умолчанию новая программа. Смотрите, тот, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Я помню времена, когда нужно было постоянно обновлять только Microsoft с каждой новой версией и программой Windows. Сейчас же все постоянно требует обновления. Но Библия говорит, что кто во Христе, тот новое творение. То есть Бог сделал его полностью новым творением. Древнее прошло. Разве не так? Но почему получается, что мы не всегда видим изменения? И бывает, человек обратился ко Христу, но постоянно возвращается на прежние пути. Библия называет это «Пиос возвращается на свою блевотину». Такой человек снова скатывается назад. Скажем, вы решили выйти из долгов, и вы становитесь более экономным, выплачиваете долг. Но как только вы снова расслабитесь, вы автопилотом окажетесь там, откуда начали. Когда настройки вашего автопилота неправильные, вы какое-то время можете держать правильный курс. Но обязательно наступит время, когда вы не сможете быть таким сфокусированным на цели. Невозможно всегда все держать под контролем. Вы опускаете узды и скатываетесь назад. Могу я показать вам еще одно библейское определение автопилота? Давайте посмотрим книгу Иова. Библия говорит, что Иов был богатым человеком и благочестивым. Но у него был автопилот. И сколько бы скота, богатств, благословений от Бога не получал Иов, этот автопилот никуда не девался. Сказано, ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня. И чего я боялся, то и пришло ко мне. Вот он, автопилот Иова. Сколько бы Бог не хотел его благословить, Иов всегда знал, что это с ним произойдет. Кто знает пословицу? Беда не приходит одна. Кто-то умер, и ты ищешь, кто еще скоро умрет. Произошло несчастье, и вы автоматом ожидаете другого несчастья. Кто-то даже скажет, так я и знал. Все было слишком хорошо, чтобы быть с правдой. Это ваш автопилот, друзья. Но почему я всегда встаю не в ту очередь в кассу? Это ваш автопилот. Вы смотрите на какое-то обстоятельство через негативную призму вместо позитивной. Друзья, каждый из нас имеет встроенный автопилот. Нужно следить за тем, чтобы наш автопилот был правильно настроен. А иначе, если мы решим вести здоровый образ жизни, привести себя в форму, или решим, что будем больше молиться, или больше читать Библию, чаще ходить в церковь, начать жертвовать, а потом расслабим по воде, пока вы держите штурвал, ваш самолет летит в нужном направлении. Но как только отпустите штурвал, а такое произойдет, потому что круглосуточно бодрствовать не может никто, и как только вы отпустите штурвал, вы снова пойдете прежним курсом. Библия говорит, что древнее прошло, а теперь все новое. Вы верите, что вы новое творение? Но ведь при этом нам нужно правильно настроить наш автопилот, чтобы в момент, когда мы расслабляемся и отпускаем штурвал, скажем, ты дал себе установку. Я больше никогда не буду грешить. Наверняка кто-нибудь здесь, в этом зале, давал себе такое обещание. Просто закройте глаза и поднимите руки, иначе вас вычислят. Если вы обещали себе не грешить, и говорили так, я больше не буду допускать эту мысль или этот поступок. И как только ты подумал о том, чтобы не допускать эту конкретную мысль, на самом деле ты снова помыслил об этом. Ты все-таки допустил эту мысль. Понимаете? Это наш автопилот. Никогда больше не подумаю об этом. Никогда не стану этого делать. Бывало с вами такое, да? Давали же такие обещания? Ну, давайте, смелее. Вы пытаетесь взять под контроль свою плоть, но она неконтролируема. У нас греховная природа. Как же нам установить правильный автопилот? Во-первых, принять благодать. Благодать. Если вы не познали благодать, то вы ничего в жизни не знаете. Вы не сможете всегда сами контролировать свою плоть. Как мяч под водой. Мы можем долго на нем сидеть, но как только отпускаем, он выплывет на поверхность. Как это случилось? Он всплывает автоматически. У каждого свой автопилот. Для Иовы это был страх и негативный настрой. А что является вашим автопилотом? Первое, что нужно делать, и, как я уже сказал, без благодати здесь никак не обойтись, но с нашей стороны первый шаг — это читать Слово Божие. Ведь Слово от Бога — это светильник нашей ноги. Вы когда-нибудь оказывались в лесу в ночное время? В кромешной тьме. Светильник ноги — очень ценная вещь. Вы будете знать, куда сделать следующий шаг. Если вы оказались там ночью, то для того, чтобы не шагнуть со скалы, вам очень нужен светильник или фонарик. И тогда вы не наступите на змею и не упадете в ему. И тогда вы не попадете в капкан на вашем пути. Слово Божие — светильник ноге вашей. Это 118-й Псалом. Прежде чем сделать следующий шаг, автоматически спросите себя, что говорит Слово Божие? Прежде чем я сделаю следующий шаг, Слово Божие — светильник, указывающий, куда мне идти. И потом сказано «И свет стези моей». То есть Слово освещает ваш путь. Вы должны убедиться, что вы на правильном пути и делаете правильный шаг. Последнее слово в принятии решения всегда за Словом Божиим. Это автопилот. Бог вас так программирует. Покажите мне человека, который не имеет четкого направления для своей жизни, и я покажу вам человека, не пребывающего в Слове. Покажите мне человека в замешательстве, и я покажу вам человека, незнакомого со Словом Божиим. Покажите мне человека, пребывающего в Слове, И я покажу вам человека, имеющего уверенность и ясность, куда идти дальше во имя Иисуса. Мы с вами являемся продуктом нашей мыслительной деятельности. Со всем почтением к тому, что говорит о вас Библия, вы всего лишь продукт своих мыслей. Бог сделал для Иова много хорошего. Но даже дьявол сказал Богу, «Он любит тебя только потому, что ты его так благословил». А Иов все равно думал о плохом. Его автопилот заставлял его ждать неприятностей. Я из семьи, где были одни разводы. Это был всего лишь вопрос времени. А вот, автопилот, ты женишься, и какое-то время ты схватился за плуг, ты бодрствуешь. Но как только ты отпускаешь борозды, твоя жизнь возвращает тебя к автопилоту. Необходимо убедиться, что ваш автопилот настроен правильно. Потому что сказано, каковы мысли в душе его, таков и он сам. Для того, чтобы узнать, что вас ждет в будущем, вам не нужны пророчества пророка. Все, что вам нужно, это проанализировать, чем наполнены ваши мысли. Потому что психологи говорят об этом так. Человек придет туда, куда его приведут его доминирующие мысли. Но Библия дала всему этому лучшее определение еще до психологов. И, возможно, они взяли это из Библии. Каковы мысли в душе его, таков и он. Это ваш автопилот, который в итоге определит курс и пункт назначения вашей жизни. Поэтому люди, чья жизнь была полна боли, агоний, страданий, когда у них все в жизни хорошо, склонны создавать проблемы, а не довольствоваться счастьем, потому что им больше знаком кризис. Это их привычная среда. Скажите аминь на это. Поэтому если вы хотите изменить свое будущее, то все, что вам нужно сделать, так это осознать, что кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Мы спасены по благодати. Если бы мы могли что-то сделать сами, мы бы это сделали. Но нам дана Божья благодать, Слово Божие, и мы должны сотрудничать со Словом Божиим, чтобы обновить свое мышление во имя Иисуса Христа. И вот вам вторая мысль. Мы должны правильно настроить автопилот. В этом нам поможет Слово Божие и обновление ума. Мы должны понимать, что человеческими усилиями нам никогда ничего не достичь. Но задав автопилоту правильное направление, мы придем туда, куда нужно. Если посмотреть на 102-й Псалом, здесь указан путь. Не знаю, как вы, но я не хотел бы быть тем человеком, который просто в церкви увидел чудо, и при виде чуда изумился. Мол, ух ты, я увидел чудо своими глазами. Я хочу быть причастным к этому чуду. Я хочу молиться за людей, чтобы и они пережили это чудо. Итак, 102-й Псалом, 7-й стих. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои. Послушайте, если вы всего лишь тот человек, который видит дела Божии, то вам неизвестны пути Божии. Серьезно, подумайте об этом. Это совсем другой вид веры. Это всего лишь заимствованная вера. Вы можете сказать кому-то, «Я верю, что Бог может тебя исцелить, потому что видел, как Бог исцелил другого человека». Но имеешь ли ты свою веру на это исцеление? Если нет, то в твоем служении нет ни жизни, ни власти. Вот вам пример. Семь сынов Скевы. Они видели, как Павел изгонял бесов из людей. Они заметили, что Павел говорил, «Во имя Иисуса я приказываю вам выйти». Семь сынов Скевы решили тоже попробовать. Павел ведь может, значит, и мы сможем. Но они не имели власти, не имели откровения о том, кто такой Христос. Они просто превратили это в формулу. Они видели дела Божии, но не знали Божьих путей. Они видели власть в имени Иисуса, о котором проповедовал Павел. Они сказали одержимому человеку во имя Иисуса, которого проповедует Павел. «Мы приказываем тебе оставить его». И один одержимый человек избил семерых сыновей Скевы. Он был настолько силен, что одолел их семерых, обнажил и унизил их. Казалось бы, если их семер, то у них все шансы победить. Не так ли? Но бесы поняли, что это заимствованная вера, и что в их служении нет жизни и нет власти. Даже дьявол сказал, «Иисуса знаю». Павла знаю. А вы кто такие? Не хотелось бы такое услышать от бесов. Тогда ты рискуешь, что тебя разденут и забьют. Есть большая разница между нашими отдельными делами и нашим правильным автопилотом, поскольку мы говорим сегодня о духе превосходства. Может, вы производите автозапчасти, и дилер платит вам за то, чтобы автомобили были в отличном состоянии. А вы можете порой делать какие-то превосходные вещи, справляться со своей работой, но не иметь в целом дух превосходства. Дело не только в том, как ты справляешься с работой, за которую тебе платят. Вот хороший вопрос. Если ты изготавливаешь запчасти, всегда ли ты следишь за чистотой своего автомобиля? Возможно, в том, за что вам платят. Вы стараетесь. Но дух превосходства касается не только того, за что вы получаете зарплату. Это образ жизни. Вы можете быть семейным консультантом и помогать другим, но в каком состоянии? Ваш собственный брак. Вы доктор наук в сфере общения, но это уже ваш пятый брак. Если вы доктор наук в этой области, но женаты в пятый раз, вам должны вернуть деньги за образование. Есть большая разница между фотографией и фильмом. Я приведу вам пример. Если вы все время опаздываете на работу и находите отговорки, то ли застряли в пробке, то ли еще что-то случилось, вы каждый день находите себе оправдание, почему вы опоздали на работу. Во-первых, вы должны признать, что это не дух превосходства. Как вы можете быть лидером, если сами не можете собою управлять? Противопоставим вам человека, который редко когда вообще опаздывает. И когда он вдруг задержался, он извиняется перед боссом за опоздание. Возможно, он проспал или будильник подвел, но в его случае босс знает, что для него это нетипично. Это не его стиль жизни. Это всего лишь фотография. Она не отображает всей картины его жизни. Но если вы всегда опаздываете с оплатой счетов, если вы всегда очень вспыльчивы, если вы всегда все делаете с задержкой, то все эти фотографии составляют уже целую картину в глазах других людей. И это не дух превосходства. Если склеить кадры, то получится целый фильм. Помните, мы рисовали человечка на краях страничек? А потом, пролистывая, получали такой себе мультик. Вы создаете фильм, но как выглядит фильм в вашей жизни? Друзья, каждый из нас имеет встроенный автопилот. Нужно следить за тем, чтобы наш автопилот был правильно настроен. А иначе, если мы решим вести здоровый образ жизни, привести себя в форму, или решим, что будем больше молиться, или больше читать Библию, чаще ходить в церковь, начать жертвовать, а потом просто вдруг расслабим по воде, ничего хорошего не произойдет. Пока вы держите штурвал, ваш самолет летит в нужном направлении. Но как только отпустите штурвал, а такое произойдет, потому что круглосуточно бодрствовать не может никто, и как только вы отпустите этот штурвал, вы снова пойдете прежним курсом. Запомните это. Скажите «Аминь» на это. Надеюсь, вам понравилась эта проповедь. Я получаю много отзывов. Люди пишут, что не знали, что Библия так актуальна для нашей повседневной жизни. В этой серии о духе превосходства, о том, как вырваться из трясины, я хочу напомнить вам базовый стих для этой серии. «О Господь, как превосходно имя Твое по всей земле!» Бог превосходен. А мы с вами были созданы по Его образу и подобию. То есть мы призваны быть похожим на Него, иметь внутри этот превосходный дух. Когда мы встречаемся с Иисусом, этот дух в нас пробуждает превосходство. Божье имя превосходно. Он превосходный Бог. Поэтому если вы хотите иметь превосходный дух, то, во-первых, вам нужно пригласить Иисуса в свою жизнь. В Библии сказано, что Его имя превыше всех имен. Это превосходное имя. А вы сами знаете Иисуса. Вы христианин? Вы пережили встречу с Иисусом, которая изменила всю вашу жизнь. Вы можете пережить встречу с Ним прямо сейчас. Я призываю вас помолиться и принять Иисуса как вашего Господа и Спасителя. Если вы знаете, что отдалились от Бога и хотели бы вернуться, наладить ваши отношения с Богом, это превосходный дух. Давайте помолимся прямо сейчас. Господь Иисус, я прошу Тебя, войди в мою жизнь и прости мне мои грехи. Я принимаю Тебя. Я сердцем верую и устами исповедую, что я христианин во имя Иисуса. Аминь и аминь. Если вы помолились этой молитвой, то я хочу сказать вам, что я написал книгу как раз для вас, для тех, кто впервые в жизни принял Иисуса, или для тех, кто вернулся к Богу. Она называется «Христианское хождение». У вас наверняка немало вопросов. И в моем сердце есть бремя по таким людям, как вы. Я хотел бы рассказать тем, кто только что принял Иисуса, как вам возрастать и какие шаги вам теперь нужно предпринять. Вам просто необходима эта книга. Поэтому я прошу вас связаться с нами, и я вышлю вам эту книгу бесплатно. Вам нужно будет зайти на наш сайт и заполнить бланк. Мы вышлем вам эту книгу бесплатно, чтобы вы могли расти духовно и знать, какими должны быть ваши следующие шаги. Мы находимся в Хамптон-Роудс, и мы будем очень рады, если вы приедете к нам. На экране сейчас вы видите адрес сайта, где есть наше место расположения и время служения. Пожалуйста, приезжайте к нам всей семьей. Я очень жду нашей с вами встречи на следующей неделе. Дорогие телезрители, мы находимся в Хамптон-Роудс. Нашу телевизионную программу еженедельно смотрит 42 тысячи человек. Я хочу предоставить вам возможность стать партнером нашего служения. Вы можете принять решение либо поддерживать нас ежемесячно, либо сделать одноразовое пожертвование. Помогите нам распространить это послание как можно большему количеству людей. Наша программа транслируется в России и также на Среднем Востоке. Телевизионное служение в Хамптон-Роудс существует за счет поддержки партнеров. Я верю, что это телевизионное служение приобретет национальный и международный характер. Бог дает нам передавать послание, которое приносит жизнь. Без вашей поддержки мы не сможем продолжать это делать. Поэтому я призываю вас зайти на наш сайт в раздел «Партнерство». Вам будет предоставлена возможность либо поддерживать нас ежемесячно, либо сделать одноразовое пожертвование. Я благодарен вам за вашу поддержку и также хочу дать возможность стать нашим партнером. Библия учит нас тому, что если мы участвуем в чем-то, что больше нас самих, наша жизнь становится больше. Вы сеете в добрую почву. Я вам обещаю, что мы будем молиться за каждого из вас. Мы всегда молимся за наших зрителей. Но, дорогие партнеры, вы должны знать, что мы будем молиться о вас. Да благословит вас Бог. Господь, мы прославляем Тебя и Твое имя во имя Иисуса. Служение – это то, к чему меня призывает Бог. Я с детства в церкви. Я знал, что именно так и нужно жить. Я не знал, почему, но знал, что так надо. Помню, как однажды мой пастор пророчествовал мне, что в 16 лет я уже буду проповедовать. Тогда мне было 8, поэтому я просто забыл об этом. Позже мы приехали в Вирджиния-Бич, и в старших классах я стал посещать уроки по изучению Библии. Там я впервые проповедовал Евангелие. Я поднялся, чтобы призывать к покаянию, и вспомнил, это же исполнение того пророчества. В то же самое время я готовился к поступлению в колледж на специальность архитектор. Я поступил в известный университет. Моя семья была очень рада, но потом возник конфликт, когда я понял, что все это не для меня. Я стал молиться об этом и спрашивал Бога, «Ты действительно хочешь, чтобы я поступил в библейский колледж?» Он ответил, «Да». Тебе нужно твердое основание. Я постоянно боролся с мыслью, что же мне выбрать. Я решил поступить в лидерский колледж «Церкви Волна» и еще ни разу не пожалел об этом. Мне нравятся отношения преподавателей тут. Они действительно заинтересованы в том, чтобы помочь вам и узнать вас поближе, открыть все ваши дарования и таланты. Обучение в этом колледже стало прекрасным основанием для моего служения в роли пастора. Я уверен в себе и с радостью жду того, что Бог приготовил для меня в будущем. Машина. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok